Для многих из нас земля под нашими ногами это не только место, где мы живем, но еще и способ заработать на жизнь. От лесов до мест ловли рыбы. В сельском хозяйстве задействована более треть всей рабочей силы в мире. Женщины в среднем составляют 43 процента трудоспособного населения в развивающихся странах. Но при этом на них приходится лишь одна пятая землевладельцев. В тех странах, где есть такие данные. В развивающихся регионах у женщин по-прежнему меньше доступа к гарантированному землевладению и землепользованию, чем у мужчин. Одно из самых серьезных препятствий к равенству связано с браком и правами наследования. Особенно если традиции или даже законы предполагают приоритет мужчина над женщиной. Почти во всех странах, где доступны такие данные, маленькие фермы, которыми управляют женщины, в среднем меньше по размеру, чем фермы под руководством мужчин. Иногда в целых два раза. Более того, по некоторым оценкам, урожай, собранный фермерами женщинами может быть меньше на 20 или 30 процентов, чем у мужчин. Почему? Как предполагают большинство исследователей, дисбаланс объясняется не тем, что у женщин меньше навыков, а тем, что у них зачастую нет такого доступа к ресурсам, как у мужчин. Доступа к семенам, удобрениям и технике. Если этот дисбаланс устранить, дополнительно полученного урожая будет достаточно, чтобы голодающих людей в мире стало меньше на 17 процентов. То есть на 150 миллионов человек. Это столько же, сколько все население России. Таким образом, обеспечение равных прав на землю и ресурсы для мужчин и женщин может быть не только вопросом морали и борьбы за права, но также вопросом экономики.